Доброе утро, друзья! Сегодня 19 мая 2021 года, мы снова вместе, нас прибавилось на одного человека, который, наверное, очень опытен, имеет право как минимум со мной общаться на равных, если даже не сверху вниз. Вот, но, подчеркиваю, статья эта была написана несколько лет назад, вот, как раз под впечатлением его письма. Вот, очень получилась такая переписка, где-то оптимистическая, где-то горькая, посмотрим. Итак, я взял бы, написал статью под названием, статья, она же переписка, «Духовное завещание любящим природу и уничтожающим её любимую». Глава 1. Компромисса не будет. Но вначале, перед этим, предыстория. Я решил ничего не упускать. Итак, цитирую сам себя, потому что многих это нравится слушать. Особенно, когда сейчас перешли на эти телефоны, и там практически текст это не видно, и очень сложно его читать. Давайте переходим на слух. Это не менее важно, потому что у многих слух не просто заменяет зрение, а даже и во многих случаях делает наши мысли более доступными. Итак, предыстория. Всё уже позади. Было дело, переболел вроде бы ангиной, но боль не проходила, стало больно глотать. Радовался, что похудею по-неммоле. Потом что-то стало мешать горле. Короче, не пошёл. Поставил себе в кавычках диагноз. У дурака ведь старший курильщик 35 лет, по две пачки в день. Самоизолировался от всех, начал писать прощальную статью, она ниже. Посадил ещё один новый сад, дублёр и сортно моих друзей и собственных лодов. Ага, значит, это примерно 15-16 год. А потом опухоль, кавычка, сама собой рассосалась. На радость, что здоров, организовал с Савянногорским телевидением съёмки в цветущем саду на десятке тем. Каждый день светюсь на экранах ТВ, а ещё, ну, ясно, местного ТВ. А ещё жду обильный урожай из новых клонов. Вот этим и живу. Прошу прощения у друзей, кого заставил понервничать. Примечание. Если новое качество невиданных плодов с незаконных вегетативных гибридов, незаконных, подчёркиваю, повторятся, главное требование формальной науки. А из Москвы опять не приедет ни один авторитетный учёный на пылью на запреты и назову лучшие вегетативные гибриды фамилиями своих выдающихся друзей. Любителей. И пусть потом распинает самозванца. Но первым при любом раскладе будет вот тут. Я, к сожалению, стёр того, кто будет первым, потому что первый занялся плагиатом, начал забывать мою фамилию в совместных работах. И тут ещё умер Латинков Юрий Алексеевич. И, конечно же, я уже объявлял об этом. Обидно, горько. Всего три сада в России, суперсада. Причём все любительские. У Ботнера, Бориса, Латинкова и у Железова. Причём первые двое. Недавно ушли в другой мир. Никто не приехал, сколько я не кричал. Караул. И никто. Их сорта постепенно уйдут в небытие. Сорта, сорта, братцы, клоны. Тоже незаконные, как и мои. Вот. Поэтому здесь первыми будут фамилии Латинкова и Ботнера. Другое дело, что это будет отдельная статья, фильм. Итак, духовное завещание. Я, Железов, до последних лет никогда не рубил с плеча. Медленно, шаг за шагом, знакомил тех, кто ещё способен остановиться и перестать калечить природу и политые своим потом сады с удивительным и пока ещё загадочным для всех садоводов волшебным миром садов. Но меня всё больше беспокоит маниакальная страсть миллионов к прекрасному саду, навязанному с садистами, не путать с садоводами. Она и вышла, эта страсть, за рамки выживания растений, их в принципе. Да, подстриженные в шары, декоративные дикоросы и английские газоны, вымерзающие в холодной России, в скобках богатые тоже плачут, пусть себе забавляются. Но когда эту же идиотскую стрижку переносят на плодовые деревья, для разминки идиотизм действий, смотрите на сделанные мной фото из популярного журнала. Как только увидите, перекреститесь, можете даже плюнуть в экран и никогда не повторяйте. Перед вами не реальный сад, он невозможен. Фантазия художника и предательство автора статьи перед 300 тысячами садоводами-читателями плюс миллионной библиотеках. Ну кто не захочет, чтобы и красиво, и урожай сумасшедший? Увы, друзья, через месяц-два после стрижки геометрические формы исчезают. Их надо снова стричь, стричь, стричь. А равны же сотни и тысячи. Короткая мученическая жизнь плодовых растений и сотни тысяч мертвых деревьев по всей холодной России. На самом деле миллионы. Но давайте по порядку. Перед вами письмо моего друга-оппонента Юрия Исаевича Губанова, в дальнейшем ЮГЭ. Личное и безжалостное ко мне. Я попросил у Юрия Исаевича разрешение письмо использовать в виде переписки, не смягчая, так как его мнение и личное еще отражает реакцию многих. То, что называется взгляд со стороны. Итак, ЮГЭ. Приветствую вас, уважаемый Валерий Константинович. Прочел главы ваших ненужных книг. Ненужными это я их назвал. Тема садоводства, как я вам уже писал, меня сейчас интересует мало. Поэтому могу поделиться только некоторыми общими впечатлениями от прочитанного. Я думаю, ваша страстность и обжигающие оценки теорий Дарвина и Опарина мало актуальны. Никогда наука в целом и настоящие ученые не разделяли и не принимали их теорию возникновения жизни на Земле от мутации в грязной луже и происхождение человека от обезьяны. На эту тему написаны горы книг, кстати, сняты сотни фильмов. Я думаю, что эти темы сейчас мало кого интересуют. Вот так припечатали меня. Железов отвечает. Меня интересует. И всех должны интересовать. И как вы не правы, атеизм, дарвинизм, главные козыри, мы выползли из грязной лужи, и генетическое родство с обезьянами пронизал все слои в наше общество. Результат. Веры в вечную жизнь нет, страха за содеянное нет. Утверждаю, любая человека, любивая религия, должна впитываться в души с младенчества, еще с молоком матери. Альтернатива безверия. Это когда, например, лидер страны, не называю какой страны, догадайтесь сами, со свечкой позирует в церкви, а потом дает приказ убивать женщин и детей, прямо в смысле бомбят Донецк. И, кстати, целуясь в засос с этим же, с патриархом, который такая же сволочь, что не отговорил убивать детей. Фу. Почему? Да потому что на сто процентов убежден он, кстати, патриарх, что Бога нет и что расплаты не будет, иначе бы они целовались за сос, убивая. Интересно ваше размышление о природе и значимости морозных рисунков. Это снова ЮГЭ. Тема тоже не новая, и без обзора того основного, что уже сказано, оценить по достоинству ваше наблюдение нельзя. Вот жалко, мы не можем сейчас обзор провести. К примеру, я недавно с интересом просил книгу Потапенко «Климат и тайна двух биосфер». Так она начинается главой «Живая вода», которая есть попытка объяснить природу и суть снежинок и оконных узоров. Один из его выводов. Происходящее с молекулами воды недостаточно называть преджизнью. Это самая настоящая жизнь. Кстати, Курдюма верно заметил, что на каждый ваш постулат у несогласных могут быть свои аргументы. О них вы ничего не пишете, и в объективном оценке написано, что быть трудно. Сами сказали, миллионы, ой, сотни тысячи публикаций. Вот. И без меня уже. Железов. Вопрос. Что было раньше? Яйцо, в скобках дарвинизм, или курица, в скобках религия, и его скромный служитель и богоискатель Железов? Вы, к примеру, сегодня в 21 веке смогли бы возобновить спор современных ученых и астрономов, что совсем недавно учили о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Кстати, кто не соглашался, сожигали, знаете об этом. Правильно, не смогли бы. А меня призывайте прислушиваться к аргументам мертворожденных атеистических теорий. Кстати, атеизм не наука, а набор глупостей. Это я говорю. Благодаря Железову, благодаря нашей дискуссии, еще раз утверждаю, что хотя бы в 22 веке станут преподавать в школах атеизм и дарвинизм, живучи в скобках, что жизнь закодирована в воде. По силовым готовым линиям атомы, кирпичики собирались, по силовым готовым линиям молекулы ДНК, они слепались случайно. Вот это вот мое открытие, которое нам не достанется, россиянам, к сожалению. Только 21 век и цифровые фотоаппараты, прижелезе Золотенков раскрыли ту тайну, что лежит на виду. Это и есть главное доказательство божественности природы. Еще раз. Жизнь закодирована в воде. По силовым готовым линиям, готовым атомы, кирпичики собирались в молекулы ДНК. Ой, разобрались бы вы, я имею в виду и мой оппонент, и вся наука. Просто представьте, какая сложная эта штука ДНК. Какая случайно. Подробнее и доказательнее в статье записки зачарованного сибирского садовода. Повторяю, компромиссов не будет. Или бог, или хам. ЮГЭ. Мне, как журналисту, не хватает ваших материалов, как минимум трех вещей. Первое. Опытов. Как проверялись у вас идеи. Ответ Железова. Никак не проверялись. Цитирую. Скопировал с интернета дословно. Муниципальная газета Красноярска. Городские новости. Главная страница. Рубрики. Добрый совет. 2017 год. Итак. Выращиваем абрикос на даче под Красноярском. Прежде чем изложить содержание и интервью опытных садоводов Красноярского края, возделавших абрикосы и стабильно получающих урожаи, считая целесообразным, вначале краткой изложки, покажите историю его приобщения к суровым климатическим условиям Сибири. Итак. По своим биологическим требованиям кольцовской культуры, тем более абрикос – привиледливая культура. Она сильно страдает от суровых погодных условий, поражается вредителями и болезнями. Главным лимитирующим мерами воздействия культуры является выбор возвышенных мест под сад и высокоустойчивое неповерятное условие сорта. Ранее опытные станции в Сибири занимались абрикосом, но не получив положительных результатов, тему закрыли. Так, Минусинской опытной станции, к примеру, эту тему закрыли еще в 27-м году. Ну, сегодня в некоторых опытных станциях и институтах создают только видимость селекционной работы по абрикосу. Вот это совершенно правильно. Это, кстати, не моя опубликованная в... опубликованная в... в муниципальной газете «Городские новости». Я тут совершенно ни при чем. Приговор ставил не я. Так, может, хорошо, что я этого не знал. Прочитали? Кто будет проверять мой сибирский сад? Байкалов умер в забвении. Доскобелов 75 лет на пенсии. Список закончен. Из Москвы не приедут. 10 лет жду. Получается, рядом 100 километров с научным Минусинском живет в Шушенском районе. Лучший северный сад абрикоса. С плодами до 110 грамм. Уже до 120, кстати. И никому не интересно, почему он плодоносит. И крупноплодные абрикосы нашими стараниями простых любителей еще в тысячах дачных садах. И не только, кстати, в Савдогорском. У меня отдельная папочка. По всей России расходятся мои косточки, черенки на прививку и саженцы. Семьи Железово. Второе. Снова ЮГЭ. С кем конкретно и по каким вопросам вы полемизируете? Чьи установки и рекомендации объявляете вредоносными? Ух, какую. Науки никогда не было. Нет единомысля. Поэтому обвинять чем-то наука в целом некорректно. И уж безусловно, глубина посадки семян, саженцев, эффективность полива дождеванием или подкорень, омолаживающих обрезок до других агропривов и следователей многократно проверялись опытным путем. Данные сравнительных испытаний публиковались многократно. И я уверен, что есть немало специалистов, ученых, которые почти к таким же выводам, что и вы. И выращивают сады по своим некнижним технологиям. В железах. Нет, не проверялось. Ваша уверенность человека со стороны в том, что все проверялось, пусть и ошибочно, но безобидно. А вот то, что власти мущие, объявив о возрождении садоводства и о импортозамещении, не имеют понятия о том, что в российском садоводстве царит агротехника, чисто южная и уничтожающая садоводство в целом. Удивительно и страшно. Что, кстати, отвлекусь. 131 вебинар на эту тему. Сотни примеров, сотни и ни одного положительного. Звериная технология. Это я, наглый садовод-любитель. За мной особый сад. И не менее успешные друзья. Требует, чтобы 150 лет спустя наконец-то проверили и сравнили в конце-то концов узаконенную в СМИ добавляю ну ладно, так, короче, узаконенную в СМИ южную, в скобках, мертвящую технику из НИИ книг, газет, журналов. И новую, жизнестойкую. В конце концов, надо же сравнить. Уверен, это опять ЮГЭ, мой адрес. Уверен, в ваших книгах есть много интересного. Сделано отличное фото. Но, чтобы подготовить их к печати, требовалась большая редакторская работа. Не помешало бы пригласить научный консультант авторитетного специалиста. Я уже пригласил. Ладно, потом. Извините, пишу, в чем уверен, что подсказывает мне 50-летний редакторский опыт работы в СМИ на ТВ, изданиях книг, газет, журналов. Вот, представляете, какой у меня оппонент. Надеюсь на понимание. С пожеланием успехов ЮГУБАТОВ. В. Железов. Мой ответ горек. Учитывая мои обвинения в адрес узаконенной агротехники и процветающий сад из южных сортов Сибири, что злит многих, злит, поверьте, в Сталинско-Хрущевской ревна объявили бы врагом народа и расстреляли. Или лысенковцам. И осыпали званиями. Тогда не чурались люди из народа и без погон. Вот. Сейчас вы знаете кто. Какой-то металлург. Наполеон. Еще кем меня обзывали этим самым. Мерином. То есть, бред как сивый Мерин. Вот это сейчас. Представляете, Юрий? Итак, следующее. То есть, понятно, что было бы при Сталине. В Брежевские времена вызвали бы санитаров, и я в дурдомовском парке спокойно бы вырасти лучше сад России. Вот. Вельсинские. Нищета и попытки печататься и публиковаться. Представьте себе, два мотоцикла, четыре парня, поджог со всех сторон, и промышленного сада нет. И, как тут написано, нищета и попытки печататься и публиковаться. Сейчас подорванное здоровье, жалкая пенсия кавалера Ордена Славы и свобода в интернете. Примечание. Какие к черту научно-консультанты, если мои книги властям науки даром не нужны. А все, что нами, любителями, открыто, достанется зарубежным специалистам. И престиж страны в этом случае к черту. Мы же, россияне, сами себя внушили и ни на что не способны. По скриптам. Или начало новой огромной работы. Зали бы вы, уважаемый Юрий Исаевич, как я благодарен за дружески поучительное письмо. Я, почитаю, не обиделся, а подготовил особый список всех губительных агроприемов в современности, без изменений, передаваемых из поколения в поколение садоводами и перешедшим невидимую границу из южных регионов СССР, расположенных в СССР, ставшими смертельными, но незамеченными. Причина в одном из моих постулатов. Калечение деревьев, скобка, корни, корневая шейка, штамп, крона и не совпадающая с природными циклами, навязанная деревьям искаженная агротехника, приводит не к немедленной, а к отсроченной гибели. В начале к предельному рожаю, который я называю предсмертным. Убиваемые обманутыми садоводами деревья перед смертью с последних сил продляют свой род. Эта игра природы и не позволила связать гибель плодовых деревьев с издевательствами, каковыми является вся современная агротехника. Вот так. Ниже фото, куда по инерции движется дачное садоводство. Вот куда оно движется. И тут меня осенило. А напишу-ка я особую программу для студентов в техникумах, в скобках, хохот в академическом зале. «Пусть они, тупеющие от игры в учебу, не зубрят мертвейшие догмы, не переводят зря бумагу, надергивая цитаты из разных источников, свои курсовые, дипломные, даром никому не нужные работы, обучаясь только плагиату. А садятся по учебникам, садят по учебникам, а рядом по железу, как вы и пишете, уважаемый Юрий Савич. Правда, будучи уверены, что все давно проверено. И, может быть, когда в педагогике наконец-то появится здравый смысл, а его нет еще с царских времен, выпускники могут и вправду посадить себе и даже промышленный сад, которому сейчас их нельзя подпускать на пушечный выстрел». Вот так вот. И сейчас я вам это еще раз, пусть это не первый я показываю раз, но все-таки покажу вам свою фотогалерею. Это всего за несколько, я всегда говорю, валидол под язык, это всего за несколько лет. Потому что это самое, если буду все показывать, тогда точно валидол понадобится. Сейчас я сказал про валидол, шутку, а потом точно понадобится. И еще про студентов. Я думал, какая-то реакция будет на то, что хочу программу сделать. В принципе, она уже 131 вебинар, все в Ютубе, остается только все сложить до кучи. Как я, как пролетарий всех стран соединяйтесь, перевожу на украинский язык, хлопцы, гоп до кучи. Вот. Итак, основе программы, пока у меня есть пара минут, сейчас он сам отключится. Вот, основа программы. Поступив в институт, в университет. Вы представляете, выпускники ни одного дерева за свою жизнь не посадили. Скажете, произойдет своя практика? Ага, сейчас. Тяпкает с утра до вечера. Или делают вид, что тяпает. Подлая система. Она не просто... Она даже, я могу сказать, подлой, потому что выпускник ни одного дерева не садит. Вот еще куча дальше. Ниже пока на этом остановлюсь. Что я хочу сказать. Поступил основа программы обучения. Вот тебе дерево на 10 соток. Раз. Вот. Сам, как Железов, как Латинков, как Боднер, сами найдете. Страна большая. Информации море. Если исключить 95-99% фальшивок, на обочинах продают всякую эту. И даже в интернет-магазинах и прочих. Вот. Еще пока мы живы, пока мы живы, добывайте семечки, косточки, черенки, саженцы. Как хотите, где хотите. Вот. Как я эти самые... Как он назывался-то? Совлет приземлся. В минводах. Ночь. Жду. Утро. Хожу. Ветки с огромными вишнями, вкуснейшими, свешиваются над дорогой. Вот. И я их жру, жру, жру. Над дорогой, заметьте, над асфальтом. Я их жру, жру, жру. И косточки в карман складываю. Где хотите. И вот когда студент через пять лет придет плодоначащийся от комиссии, только тогда он получит, только тогда он получит диплом. Нету? Значит, считай, ты пять лет дурака провалял. Ну, само собой, теорию надо, пестики, тычинки. И строение ДНК тоже надо. Вот. И как абсолютно неправильную теорию генетики, не это самое, железобетонных ДНК, которых невозможно изменить. Ой, я сейчас туда заеду. Короче, все надо. И действительно, изучали же мы, что солнце, что земля, что солнце вокруг земли крутилось. Тоже надо. Но самое главное, вырастить сад. Впервые такой будет. Пока это сделали только две выпускницы, госэтих сам, агро-университетов. Две. Которые прошли у меня практику, вот. Преодолев сопротивление своих этих научных руководителей. Вот все, что я хотел, я вам сказал. Вот. Иначе в России садов не будет. К сожалению, Юрий Исаевич, вы не правы. Вот. Это все-таки, как сказать, самое страшное, что вы могли бы частично быть правы 20 лет назад. 30 лет назад. А время ушло, изменилось так, что сейчас все эти страшные, смертельные, мертвящие агроприемы перешли в Яндекс, в Ютуб, куда угодно. И тысячекратно увеличившись. Потому что каждая сволочь, которая не посадила ни одного семечка, делает каналы, а у них уже десятки, сотни, тысячи, миллионы просмотров, вот. Перепечатав все эти звериные приемы, переписав, перепечатав, надергав фотографии в интернете, как резать, резать, резать. Вот. За столбили, все, забили. А когда я еще до этого хотел сказать, еще не было этого смертельного, вот этого, атаки на садоводство со стороны людей, абсолютно неграмотных. Вот. Абсолютных не вешать. Только лайки, лайки, лайки. Когда я выступал с трибуны, я только, а, рот открывал, мне раз, там, кнопку под столом, приседатель нажимал. А после пятой попытки, вы нахрен, я сказали, ваше время кончилось. А вот эти фотографии были закачаны в компьютер, сидел молодой парень, я ему даю диск, он его туда вставляет, закачивает. Вот. А когда мне не дали говорить, я говорю, хорошо, я уйду с трибуны. Покажите, вот здесь всего 50 фотографий. Покажите, я уйду. Вами не да... Как вам сказано? Вами не заявлено. Все. Представляете, даже не показали. Вот это все и есть Юрий Исаевич, наша современная жизнь. Я исчерпал себя полностью Латинкова на том свете. модно на том свете. Железо из последних сил вот как сейчас царапается, еще что-то там вякает. И это все на всю страну. Видели бы, какие эти самые сорта выращивают. Еще осталось полторы минуты отключиться. Вот. Лаулин, единственный ученый, Челябинский этот самый, Мяский институт возглавлял на тот момент, сейчас не знаю. Вот. Выписал мои сеянцы размером с карандаш из-под дерева абрикоса-патриарха, который начинал с того, что был диким. А потом в окружении культурнейших сортов дал такие косточки. Вот. Посмотрите у него. У меня сейчас уже не посмотрит, сейчас уже показывал много раз. Он предъявил свою научную работу. Забыл Железо упомянуть, что вся технология не подходи к дереву, и оно будет еще лучше. И не пересаживай. Вот. Правда забыл. Ну, бывает. Вот. Случайно, понятно. Вот. И только в частной беседе через третьих лиц сказал, что все это Железовское. В частной беседе. Подчеркиваю. Вот. И сказал, что у него там цифры назывался 70, там рекорд 40 с чем-то килограмм с дерева. Молодые деревья, которые, я их называю сыновья манчжурцев, которые считались полудитыми. И фотографии, фотографии, фотографии вот такого уровня фотографии. Вот такого. Уже у него, у ученого. Вот. Единственное на всю страну. А сейчас, значит, через гектару решили развернуться. Вот так вот. Но такими темпами и столет не хватит. И все это есть в этой самой... Все это уже в открытом доступе. Все. Вот такие дела, братцы. Выговорился. Вот. Наверное, и... Может, после этого маленечко сердце меньше станет стучать, и давление упадет. Потому что живут вот это... Ваше письмо, я сейчас на него наткнулся случайно, на нашу переписку. Прошло несколько лет. Реакции ноль. А вы говорите, сейчас все бросятся. Ага. До свидания, друзья. Решаю. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин